МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я считаю, что назрело, потому что, ну, вы знаете, то, что у нас на улице Таежной приют, да, там на 350 особей, ну, на 350 животных, а количество привозимых туда, оно значительно выше. И поэтому вот этот новый приют, в том числе, вот то, что мы говорим, да, по Тюменскому району, по Нижнестанинскому району, вот этот приют будет из этих двух районов тоже будут доставлять. И, на мой взгляд, вот эти вот приюты, они, ну, по-всякому можно относиться, но, на мой взгляд, чем оно хорошо, то есть люди знают, что вот есть приют, да. Вот у нас, кстати, с улицы Таежной, ну, вот в 21-м, 22-м году, да, 800, ну, безнадзорных этих животных, которые были в приюте, их забрали люди. Там 60 котов, ну, и 700 там собак. И я там был, два раза мы туда приезжали, ну, посмотреть, и вот я впервые это увидел, да, когда вот первый раз приехал, что люди на самом деле заходят и идут, смотрят. И, ну, я так спрашиваю у работников, говорю, а как вот они выбирают? А вы знаете, очень часто, что, ну, вы проходите, да, и собака так раз уставится, и лапой, ну, по решетке начинает ей лозить. Ну, и человек останавливается и отойти уже не может. Поэтому вот эти приюты, они должны быть. Я тут почитал в интернете, да, там, в ряде регионов, ну, не буду назвать, ну, по Башкирии там депутаты поднимали вопрос о необходимости отстрела. А мы поднимем этот вопрос. Мы поднимем, да. И вот на мой взгляд, да, вы бы меня спросили, ты готов проголосовать за отстрел? А мы еще это обсудим, не забегайте вперед. Ну, ладно, тогда не буду. Потому что регионы разные, понимаете, мне кажется. Вот, по статистике, 6% от общей популяции животных в России – это бездомные кошки и собаки. Поэтому показателю, к сожалению, наша страна занимает второе место в мире. Арина, вот что сегодня стоит доработать в законе, на ваш взгляд, чтобы мы в рейтинге таком больше не появлялись? Если честно, то я считаю, что должна быть просто поголовная стерилизация животных. И это касается не только беспородных, но и породных животных. А как быть стерилизованными потом проблемами, которые у стерилизованных животных возникают? Это уже другой вопрос. Это, наверное, к Дарье вопрос. Да, это больше к специалисту вопрос. Ваше мнение, какие доработки в законе помогут эту ситуацию как-то разрешить? Если говорить, например, о кошках и котах, то для них стерилизация не наносит никакого вреда точно. Вот у собак женского пола могут быть сложности после стерилизации в виде подтекания мочи. Борется с тем один препарат, с которым сейчас большие проблемы с поставкой в нашу страну. Он стоит очень больших денег. Порядка 10 тысяч. Да, то есть вот с этим сложности. Но для кошек и котов это наоборот есть свои преимущества. Особенно у кошек. Люди часто дают, чтобы кота не просила, еще какие-то капельки делать. Этого категорически нельзя. Это наносит большой вред. Не обязательно сейчас. Это могут быть большие отсроченные осложнения. Через полгода, через год, два, три. Извините, добавлю. Самый простой взгляд, решение проблемы это ввести на федеральном уровне хотя бы административную ответственность за безответственное содержание животных и за правила содержания, за их нарушения, так же само ввести эту ответственность. Потому что закон у нас принят, правила у нас прописаны, а ответственности нет. А для нашего русского человека пока нет ответственности, никто не будет говорить о его соблюдении. Поэтому хотя бы минимально не бояться, наверное, законодателю на федеральном уровне нести эту ответственность, а не перекладывать данный вопрос на субъектов федерации, на местные органы власти. А вот тут можно? Да, конечно. Чуть-чуть маленькую ремарочку. Вот это вот очень хорошее замечание, да, что вы говорите. Но, наверное, если это будет в виде каких-то штрафов, то, может, я, конечно, ошибаюсь, но, мне кажется, тогда начнут еще чаще выкидывать животных. Ну, давайте, кстати, как раз по поводу законодательных инициатив. Сейчас к разговору в студии из Москвы подключим депутата Государственной Думы Владимира Бурматова. Владимир Владимирович, приветствую вас. Что вы вообще думаете о той самой инициативе отстрела бродячих животных? Как ни странно, этот вопрос достаточно регулярно возвращается в повестку. И вот сейчас бродячих животных за пределами муниципалитетов предложено приравнять к диким, что позволит их отстреливать. Почему такие меры, как вы думаете, не принесут пользу? Домашние животные не могут априори быть ресурсом для охоты. Что касается собак и кошек, других домашних животных, безнадзорных животных, у нас регулируется законодательством об ответственном обращении с животными. А то, что касается охотничных ресурсов, регулируется законодательством об охоте, о животном мире. То есть это две сферы законодательства, которые лежат абсолютно в разных плоскостях и никак не пересекаются. Вы дома не можете держать волка, потому что это дикое животное, оно запрещено к содержанию, и это оговорено в распоряжательстве. И вы не можете охотиться на собак, потому что это домашние животные, и они охотничным ресурсом быть не могут. Это первое. Второе, но это предложение, оно, в моей точке, прямо является призывом к совершению уголовного преступления, предусмотренного частью 2-й 245-й статьи Уголовного кодекса РАСИ массово. Мы не можем спокойно смотреть на призывы массового отстреливания животных, потому что это призывы к совершению уголовного преступления. Спасибо. Оставайтесь с нами на связи, мы еще к вам обратимся. В Товольске, говорят, еще лет 10 назад была такая практика, если за животным в течение трех дней не пришли, его умерщвляли. Сейчас понятно, что этого не происходит, но я так понимаю, что Андрей Вячеславович, вы категорически против таких методов, когда отстреливают, усыпляют, но тем не менее проблема бродячих животных, она остается, несмотря на то, что сейчас-то не делают. Да, но вот я говорю, вы бы меня спросили, ты бы сумел пойти на этот шаг, допустим? Я бы нет, я бы не сумел. Потому что что кот, что собака, все прочее, да, ну, это тоже, как и я, живое существо. И принимать такое решение я бы вряд ли стал. Но вот эта кастрация, да, я не специалист, вот тут девочка не специалисты, но вот я про свою юность могу сказать, вот, был студентом в индустриальном институте и решил поработать дворником, то есть не в отряде мэра, а дворником. Ну, а для мэра еще, про Степан Михайлович, только появились. Да, на крестьянских местах. И когда я туда пришел, почтальоном начал ходить, там, ну, собаки ко мне относились агрессивно, и я был вынужден ходить со Штакетиной, ну, для обороны. Ну, где-то через месяц они ко мне начали нормально относиться, и мне люди, живущие там постоянно, они мне объясняли, Андрей, ты пришел сюда, они видят, что ты посторонний, ты не здешний, ты не из крестьянских мест. И они к посторонним относятся немножко по-другому, мягко говоря. А те, кто там постоянно живут, отходят, все, и они внимания не обращают, то есть не лают и ничего не делают. Поэтому, ну, принимать такое решение, на мой взгляд, что лес-пархоз собаку поймал, привез, там, прошел месяц, ее никто не забрал, ее мерчлять, я думаю, это, ну, это совершенно неправильно будет. А, Элла, а вот что вообще, в принципе, грозит человеку за убийство животное? Ну, там, преднамеренное, непреднамеренное, как это все доказывается? А если напали на его ребенка, он его защищал, я так понимаю, что у нас все чаще всего на стороне человека, правильно происходит? Ну, все правильно. Мы, соответственно, говорим о том, что если ставить на весы жизнь человека, здоровье человека и жизнь собаки, и здоровье собаки, конечно, мы знаем, что у нас будет перевешивать. В отношении животных, я говорю, у нас только одна статья в уголовном кодексе, это жестокое обращение с животными. Все, пока дополнительно у нас ничего не уменили. Если мы говорим о том, что причинен имущественный ущерб в виде гибели этой собаки, так же самое можно взыскать ущерб стоимости этой собаки. Даже было в моей практике взыскивали упущенную, пытались взыскать упущенную выгоду за то, что не принес потомство, которое, соответственно, хозяйка в свое время хотела реализовать и получить определенную выгоду. Даже с такими требованиями иногда тоже выходит. А у нас есть серьезные прям какие-то дела, когда людей приговаривали к серьезным нормальным годам лишения свободы? За неоднократность, за злостность, за группу лиц, за особым цинизмом у нас и до 5 лет лишения свободы предусмотрено. Конечно, если это впервые малолетнее лицо, не систематически, то, конечно, это в основном будет штраф. Это будет являться преступлением небольшой группы тяжести. А если это систематично, особенно если это связано с организацией подпольных боев, вот с травливанием животных, то нет. Мы говорим про детей, которые у себя в квартире снимают, выкладывают в интернет, как душат котенка, как эти хабаровские живодерки, которые все... Вот как раз это будет уже квалифицирующим признаком распространения этой информации с помощью сети интернет. Но здесь, в первую очередь, если это несовершеннолетнее лицо, это, в первую очередь, меры воспитательного характера будут применены, родители будут привлечены к административной ответственности. Ну, а если мы говорим о совершеннолетнем лице, который в полной мере осознает и допускает это неоднократно, то да, у нас и пять лет лишения, реального лишения свободы давали. Ну, будем надеяться, что и те, которые на улице что-то делают с животными, якобы защищая себя, тоже что-то получат. Ну, давайте перерываться на небольшую паузу, впереди еще финальная часть вечернего хэштега, не переключайтесь. Животный инстинкт, чипирование и обязательная стерилизация, что поможет сократить число бездомных питомцев. Дорога домой, кто из зрителей вечернего хэштега станет лучшим другом для котенка из потеряшек.